Групп Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком Как встретились, так и поговорили Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться Для хорошей беседы не нужен повод И время не имеет значения Но место встречи изменить нельзя Спасибо, ребят, очень круто Наконец-то высказался что-то Только на Радио Болтком В любое время дня и ночи Программа «Встретились, поговорили» Добрый день, уважаемые слушатели Да, начинается программа «Встретились, поговорили» И каждую среду мы встречаемся, говорим на темы, которые могут помочь людям развить свои таланты Раскрыть себя, найти свое место в жизни Разобраться со своим личным брендом, кстати, как вот мы на протяжении нескольких программ раскрывали все тонкости вот этой темы Ольга Троицына, коуч, с нами на прямой связи Здравствуйте, добрый день, Ольга Добрый-добрый день Ну, вот сегодня какую тему, какие вопросы мы затронем, о чем вы расскажете нам? Ну, так как на самом деле два эфира мы уже посвятили теме личного бренда Теории было достаточно много Примеров было много Обсудили мы очень многие вещи И в конце прошлого эфира я поняла, что и запрос уже был, и пора уже перейти к более каким-то практическим вещам И начинать давать какую-то такую очень полезную информацию для того, чтобы наши слушатели могли более, наверное, четко и конкретно для себя решить Насколько вообще создание личного бренда для них нужно и важно Насколько они готовы вообще встать на этот путь, над этим работать И что перевешивает То есть плюсы личного бренда, его создания, да, или все-таки еще какие-то минусы Поскольку про минусы мы тоже говорили в прошлом эфире, да, есть и такая история Не все так легко, весело и позитивно создается и делается На это требуются определенные усилия, да, определенное время И, конечно, какие-то ресурсы, и надо оценивать трезво, есть эти ресурсы или нет Для того, чтобы вступать на этот путь Я напомню, телефоны только нашего прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9, поскольку сейчас вот у нас будет уже такая практическая часть Действительно, конкретные примеры Может быть, у наших слушателей тоже появятся вот или вопросы, или замечания, или предложения Или, может быть, поделиться своим опытом они захотят Все это тоже приветствуется Ну, начать я хотела все равно с одной интересной истории На которую я наткнулась в своем любимом Инстаграм Так как самое большое, наверное, количество практической информации, экспертов, да И такой живой информации все-таки, наверное, в Инстаграм Потому что там, в общем-то, некое сообщество экспертов, да Где на любую тему можно найти самую актуальную информацию Поскольку газеты я не читаю, телевизор я не смотрю Мне очень интересно мнение экспертов, мини-блогеров, инфлюенсеров, так называемых Да, в каких-то там темах И, естественно, так как мы разговариваем на тему личного бренда Мне было интересно поисследовать, что там есть Я наткнулась на свою любимую тему Это Coca-Cola и Pepsi-Cola Но мы не можем про них не сказать, правда Про эти две компании и про этот просто мега-бренд И одной второй компании, мне кажется, в мире Я даже не знаю, есть ли люди, которые не знают, что это за напитки Потому что, мне кажется, что даже в самых бедных странах африканских Там, в самых, там, в пустыне В средине где-нибудь обязательно стоит ларек В котором будет продаваться или Coca-Cola, или Pepsi-Cola То есть, если мы подумаем о размахе вообще Сколько сделали эти компании для своего бренда, чтобы их знали все То это, наверное, заслуживает такого восхищения Ведь кто-то изначально это задумал, как сделать А почему именно они? И здесь вот еще просто очень важно заметить, что не только название похоже, но и вкус похож И многие говорят о том, что, собственно, даже сложно различить их вкусовые качества И в чем же отличие, вот в чем разница И почему так вот делится мир, что кто-то выбирает, пьет один напиток, другой, а кто-то другой Вот про это мой рассказ Именно про это я хотела рассказать Сначала, может быть, немножко истории Что в 1886 году фармацевт Джон Стит Пембертон Впервые изобрел рецепт напитка на основе листьев коки И этот напиток стал впоследствии называться Coca-Cola И через 12 лет аптекарь Калиб Бретхем придумывает бодрящее тонизирующее средство Bread Drink И этот напиток в дальнейшем будет называться Pepsi-Cola История каждого бренда имеет свою легенду Естественно, имеет свой путь развития Естественно, имеет свою какую-то историю Но что интересно, о чем я хотела рассказать Что в 70-х годах было сделано слепая дегустация То есть людям давали два напитка И не надо было угадать, где Pepsi-Cola, где Coca-Cola А нужно было просто сказать, какой напиток нравится больше Больше половины указало на Pepsi-Cola В 2000 году был проведен такой же эксперимент Людям тоже дали продегустировать Pepsi-Cola, Coca-Cola Угадывать ничего не надо было Тоже надо было сказать, какой приятнее на вкус И тоже победила Pepsi-Cola Но что мы видим на рынке происходит? У кого больше продажи? Объективно у Coca-Cola То есть о чем это говорит? О том, что сила бренда гораздо круче, чем даже вкусовые качества И вот я читала, там под этой информацией Были интересные очень комментарии людей То есть почему так? И что самое интересное, люди прямо пишут Что вы знаете, да, мне нравится Pepsi-Cola Но, например, новогодний клип с фурами Coca-Cola Вот эта вот самая красота Да, где фура с лампочками со всеми И праздник к нам приходит Просто, вот я рассказываю, у меня даже мурашки То есть когда ты видишь этот клип по телевизору Но ты не можешь То есть у тебя сразу вкус Рождества И вот настолько правильная и грамотно выстроенная реклама И выстроен бренд Что люди как бы любят Pepsi-Cola Но выбирают все равно Coca-Cola Вот это, ну, парадокс, правда же? Хотя ведь были попытки Я понимаю, что у Pepsi-Cola, например, через личности Ну, знаменитый контракт с Майклом Джексоном По-моему, и Бритни Спирс Они привлекали уже затем все следующее Вот чтобы молодое поколение как-то очаровать Но вот через личности Только не знаю, почему меньше воздействия Вот очень интересно Я тоже про это читала исследование Что да, именно у Pepsi-Cola Позиционирование на рынке идет через как раз Не коллаборации, да А через рекламу каких-то спортсменов По-моему, тоже там каждый год я выезжала Например, в Европе Это баночки с какими-то футболистами То есть они все время привлекают каких-то живых людей А Coca-Cola, если я не ошибаюсь Они тоже там пытались что-то такое сделать У них как будто на вечных ценностях Ну вот что-то такое Дом, семья, вот Рождество, да Там какие-то праздники И вот эти две совершенно разные как бы стратегии И по объему потребления можно сделать выводы Естественно, чья стратегия более выигрышная Но это вот все вот настолько тонко И в какой момент одна компания становится лучше И обгоняет, да Я думаю, что в принципе, если взять Прямо каждую компанию проанализировать То, возможно, и Pepsi-Cola тоже были более удачные То есть с кем-то, например, с Майклом Джексоном И все побежали пить Pepsi-Cola Потому что у нас с Майклом Джексоном в этот момент Продажи Coca-Cola падали Тоже такое может быть Но в целом за вот эту историю многолетних Да, вот бренд Coca-Cola, он более все равно популярный А я могу еще заметить Вот, ну, не знаю, вот личная какая-то история с детства Я прекрасно помню, когда, по-моему, во времена Олимпиады Pepsi-Cola сумела проникнуть на советский рынок И продавалась именно Pepsi-Cola в Советском Союзе И они, ну, в принципе, я понимаю, производители Pepsi потирали руки Потому что это был огромнейший рынок И им удалось вот получить эксклюзив Но случился вот чисто психологически Вот есть какой-то момент Они попали вот как бы Это разрешено сверху властью То есть вроде бы Pepsi-Cola Это вот то, что вот, да, допустили Это можно пить советскому человеку А вот за Coca-Cola сохранился какой-то Ореол запрета и вот недоступности И прошло вот буквально несколько лет Советский Союз рухнул И когда вот на рынок вышла Coca-Cola Она в силу вот именно какого-то Вот, боже мой, ну, наконец-то Вот я теперь смогу попробовать Вот это запрещенное, что мне запрещали пить годами И вот люди бросились И Pepsi в этот момент потеряли Опять вот это предстратегическое преимущество Вот лично мое мнение было Представляете, Coca-Cola из лимона сделала лимонад, нет? То есть из как бы негативной истории, да, что вас не пустили на российский рынок И казалось бы все там плохо-плохо и всех маркетологов уволить Кто-то, опять-таки, я не думал, что это происходит прямо стихийно И вот так удачно получилось И вот случайно получилось, да То есть наверняка этот процесс был хорошо спланирован То есть вот как сделать так Либо кто-то знал психологию массы, да Что запрещенный продукт, он всегда вкуснее, да Кто на этом сыграл? И я думаю, что тоже же в момент захода на этот российский рынок Они уже играли на том, что вот нас не было на рынке И наконец-то, да И вполне вероятно, первая реклама, она была именно такая Да, о том, что долг, многие года вас удерживали от этого прекрасного напитка И вот он на рынке, вот он, давайте побежали Я думаю, что такое позиционирование тоже было Но это потрясающий, как бы, пример, да И потрясающая работа, опять-таки, ну, маркетинг, правильно Позиционирование бренд Ну, вот, в общем, я хотела, да Вот с этой историей, потому что, ну, не могла я пройти мимо, да Когда мы говорим о бренде, не рассказать про Кока-Колу и про Пепсиколу Но если мы говорим о практических, правда, вещах Вот так вот, чтобы быть совершенно полезными Как я уже предлагала в прошлом эфире Мы можем взять любого человека, любого эксперта Ну, так, лучше, чтобы была какая-то экспертность Я на примере конкретного человека буквально там по каким-то шагам Могу рассказать, как бы это происходило, работа с этим человеком У меня у самой есть такой пример Только что вот буквально перед эфиром возник Там 5 мая, по-моему, выборы в Юрмальскую думу Вот, и сейчас опять люди вдруг вспомнили, что надо заняться предвыборной кампанией Да, тут осталось-то ничего, ничего, каких-то пару месяцев Ну, вот появились какие-то, видимо, новые люди, новые лица Я могу как бы вот на примере практически политиков, да, пройтись Или мы можем взять совершенно другую профессию и показать Ну, давайте другую, потому что сейчас все-таки ведь Как раз время предвыборной, чтобы нас не обвинили в предвыборной какой-то агитации За какого-нибудь политика Нет, я без фамилии абсолютно, такой образ совершенно собирательный Просто мне так очень понравилось Ну, давайте, да, если собирательный, мы ни за кого не агитируем или, наоборот, не отговариваем Ой, нет, что вы, что вы, наоборот Просто я про выборы, и на примере политиков, мне кажется, это очень здорово, очень ярко можно показать И тут не про выборы в Юрмал, они просто вот-вот, и я вижу, что на плакатах появились эти люди О которых я, может, вообще и не знала, да, или где-то в моем информационном пространстве начали появляться люди К чему как бы этот рассказ, да То есть если человек, например, решает отстроить личный бренд То пока окружающим людям, каким-то бизнесам им все равно То есть это твое решение, это твоя какая-то позиция И как долго ты будешь это делать или как быстро ты будешь это делать, да, так ты получишь результат А политика, она такая очень классная в этом плане Видно, насколько своевременно человек вообще начал заниматься своим личным брендом Потому что, ну, будем откровенны, без личного бренда, опять-таки, в политике делать вообще нечего То есть ты можешь в любых других профессиях развиваться сам, как ты хочешь Но тут это уже как бы система, в которую ты попадаешь И ты как-то должен этому соответствовать Потому что как минимум, чтобы выбраться, да, или чтобы тебя люди выбрали У тебя должно быть конкурентное преимущество Мы говорили, что личный бренд, он идеально подходит, да, для того, чтобы отстроиться от конкурентов И что, если не личный бренд, может помочь человеку, ну, скажем, набрать большее количество голосов Вот, и самую, пока я вот тоже анализировала, что сейчас происходит Поняла, что есть одна большая ошибка, которую люди допускают Когда они начинают позиционировать себя, если мы говорим опять про политику Сразу с какой-то партией И потом получается полная ерунда, да То есть мы ничего не знаем про человека Он не отстраивал свой личный бренд Он о себе не заявлял, он не говорил, где он работает Потому что, ну, политика, особенно на старте, это точно не работа То есть люди пришли из какого-то бизнеса Чем-то они до этого занимались Никто ничего про этих людей не знает И тут они появляются и говорят Вот, я представляю партию, я даже придумала смешное название Например, там, Вечные пионеры А что мы никак не были связаны с латвийскими партиями Нам ни в чем не уличили Ну вот, то есть меня зовут Петя, я представляю партию Вечные пионеры И он начинает двигаться вот в своей, как бы, в этой политической карьере Ловно в этом направлении Что происходит дальше? То есть в хорошем варианте он проходит на этих выборах Его выбирают, он дальше там какое-то время работает в этой партии Все хорошо А если его не избирают, что происходит? Через 2-3 месяца встречают Петю и говорят Вот, это же Петя из Вечных пионеров Который не прошел на выборах Что вы будете с этим делать? А вы вообще не про Вечных пионеров Вы просто к ним присоединились на момент каких-то выборов Вы хотели попробовать У вас не получилось, вы живете жизнью дальше Как вы будете теперь рассказывать, что на самом деле вы агроном? К примеру Какой вы агроном? Вы бывший политик партии про пионеров И вот тут вот начнется большая проблема отстраивания Потому что надо как-то вот теперь объяснять людям Что я делал с этими пионерами Почему я там был? Почему у меня там не получилось? То есть это такая очевидная получается ошибка Которая сразу всплывает на первый план Ну раз вас не выбрали, значит что-то не так Либо там какая-то позиция была слабая Либо вы людей не могли донести свою мысль И вот тут очень важно Поэтому если мы начинаем отстраивать свой личный бренд Мы его начинаем отстраивать Независимо ни от компании, в которой мы работаем Ни партию, в которой мы претендуем Ни там, я не знаю, общественное движение Потому что, как мы говорили в предыдущих эфирах Это все является составной частью нашего личного бренда Но никак не может быть первым пунктом Почему мы это делаем Да, я согласен Ну вот, и теперь, если мы уже разобрали эту ошибку И мы допускаем, что так никто не делает Правда же, так никто не делает, как я рассказала Все делают грамотно и правильно И мы перейдем к людям, которые все-таки грамотно Отстраивают свой личный бренд Вот что, как теперь, да, вот как правильно Вот давайте Естественно, не за два месяца перед выборами И вообще, для этого отстраивания мы вообще не думаем о политике условно Вернее, мы задумываемся о том, что мы туда могли бы пойти через какой-то момент времени Но точно это не будет вот через месяц, через два Потому что построить личный бренд за два месяца, мы говорили, тоже невозможно Это опять вот это вот некое разочарование, что как же я два месяца там куда-то ходил с людьми Общался там в Инстаграм, Фейсбук, выкладывал посты, а меня люди не выбрали А целых два месяца моей жизни То есть так это не происходит Если вы решаете, ну значит вы будете Вы попадете в политику тем или иным образом Тогда, когда вы будете готовы Тогда, когда ваш личный бренд будет готов Ваше внутреннее состояние будет готов И тогда вы точно найдете возможность Либо присоединиться к существующей партии Либо еще что-то То есть это случится потом Итак, изначально, как мы говорили Допустим, возьмем человека, который планирует идти в политику Чем этот человек Вот давайте тут на самом деле Свободный как бы выбор Чем этот человек занимается в жизни Какая у него профессия? Предложите Хорошо, пускай он будет, ну предположим, врач О, прекрасно Этот человек врач И человек врач говорит так Я чувствую, что я могу помочь этому миру Быть более ценным этому миру Не только через свое ремесло Которым я как бы хорош, прекрасен Я достиг каких-то определенных этапов Мне нужен следующий этап И не важно, это будет политика или не политика Просто я хочу идти дальше Тогда что происходит? Этот человек, тут тоже вариант Либо он изначально берет кого-то консультанта Что, конечно, обычно рекомендуется Но потому что это проще Если человек, ну как бы ему, наверное, не лень Перекопать огромное количество информации Прочитать какие-то книжки По строению личного бренда Конечно, он может сесть и сам начинать на листике Выписывать все, что он условно знает про себя То есть мы формулируем точку А Где мы есть сейчас абсолютно честно Без прекрасных, без каких-то будущих перспектив О том, что вот завтра меня повысят Или завтра я буду, например, главврачом Нет Мы начинаем от того, что я врач Я не главврач, у меня нет своей клиники Я просто врач Это все расписывается Тоже есть определенная система Есть определенная структура То есть создается некий профиль То есть идея построения личного бренда В окончательном варианте Это так называемый, как и в компаниях, есть брендбук Кто-то называет это дорожной картой Кто-то называет это майндкартой Но в любом случае То есть это какой-то документ Получается в конце достаточно объемный Это не просто мы идем и что-то делаем Здесь мы пост написали Тут мы с людьми пообщались Нет, это все происходит по определенному плану И это все протоколируется Это все заносится Это все записывается в определенные, так скажем, ячейки Потому что это все-таки достаточно большой план И на этом старте человек уже обозначает Кто я? О чем я? Какие мои основные ценности? Вот я врач Я за что? Я врач кто? Я врач-онколог Я врач зубной Я там кто-то, кто-то То есть человек расписывает свое позиционирование Свою позицию И опять-таки, что такое ценности? Я помогаю людям хорошо Я за какие ценности? Я за семейные ценности Или я за, не знаю, свободу выбора Или я, как мы говорили, за однополые браки, например То есть помимо ценностей человека Мы там к социальной позиции Мы тоже про нее говорили Мы тоже перейдем То есть человек формирует вокруг себя Вот это вот информационное поле И плюс свою какую-то, естественно, определенную легенду И этот storytelling, так называемый, при человека Он должен существовать То есть откуда я вообще пришел? То есть я родился в Риге Я учился в какой-то школе Учился как? Что мне нравилось, когда я учился? Потом университет То есть какой мой жизненный путь? Почему я вообще пришел к этому? Почему я захотел строить этот личный бренд? И это уже займет достаточно объемная информация, согласитесь Потому что в 20 лет, наверное, если ты какой-нибудь спортсмен То можно начинать, наверное, там из 13 выстраивать свой личный бренд Если ты там теннисист, хоккеист, тебе есть чего У тебя есть уже какая-то экспертность Но если ты в сознательном, в каком-то возрасте решил этим заниматься То, безусловно, это вот ты начинаешь со старта И как у меня записано даже в Инстаграм Это надо разобрать себя по кирпичикам И собрать себя заново в нужной уже как бы В нужной последовательности Все, что я знаю, все, что я умею То есть как мне это пригодится Ну, естественно, ценить степень готовности Потому что пока ты пройдешь всю эту историю Как мы говорили, плюсы, минусы, вернее, личного бренда Ты можешь оказаться вообще не готовым То есть мне лень думать, а мне лень собирать А мне лень где-то там думать о своих сильных сторонах Я не хочу возвращаться, может быть, в свои какие-то ошибки И все на этом И на полпути ты уже как бы на первом старте понимаешь Что, в общем, не готов И никакая там политика И никакие там звездные дали мне еще не нужны Потому что даже на моменте формирования себя Как личности, просто упаковки себя Я уже устал Такое тоже может быть Ну, мы сделаем вот сейчас Уцепившись за слова, я уже устал Мы сделаем маленькую паузочку Потому что нам нужно тоже чуть-чуть отдохнуть После чего продолжим мы разговаривать Я напомню, что с нами на прямой связи Коуч Ольга Троицына Мы говорим о личном бренде И говорим о том, на конкретных примерах Как уже использовать, как выстроить этот личный бренд Вы слушаете радио Болтком Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok На одной волне с городом Радио Болтком Ну, а мы продолжаем разговор о личном бренде Напомню, что с нами на прямой связи Ольга Троицына, Коуч Вот если, ну да, кто-то выписал на бумагу Все, ужаснулся, понял, что еще рано ему, например, заниматься этим Ну, а кто-то наоборот Вот, например, врач, о котором мы говорим Он видит, да, вот у меня есть и образование Вот я могу похвастаться хорошими делами Например, он, не знаю, ведет бесплатный прием для малоимущих Он организовал какой-нибудь, ну, я не знаю, не клинику Но вот какое-нибудь место, где могут получать медицинскую помощь, не знаю, бездомные, например Или, ну, что-нибудь, вот какие-то такие вот хорошие дела Которые уже вот создают ему О нем пишут уже вот где-то сообщили Его похвалили в газетах, где-то в соцсетях Пишут, какой он молодец Прекрасно Фантастический клиент У которого все хорошо и который двигается дальше Что тогда еще важно То есть если мы говорим про врач и политика Соответственно, у него есть уже какая-то определенная цель Что он хочет в этой политике Почему он туда идет Либо он недоволен, ну, не знаю, финансированием медицины, например Или он считает, что каким-то секторам медицины недостаточно уделяется внимания Очень здорово, потому что без этого направления никуда И дальше мы переходим как бы к самому такому неприятному Это конкуренты Самая большая ошибка и в бизнесе, да, которые я вижу И вообще люди очень любят изучать конкурентов Ну вот честно, не заставить, да Я работала и со стартапами, еще что-то И приходят люди, одержимые какими-то идеями Говорят, все классно, давайте побежали Я говорю, а что на рынке, это вообще не важно У нас идея уникальная, эксклюзивная Точно всем надо Купят даже, да, дети в Африке Начинаешь там копаться и понимаешь, что это давным-давно уже все придумано Уже все продано и уже неинтересно, да И вот тут вот момент точно такой же Например, если наш врач хочет позиционироваться в политике в Латвии Слава богу, у нас страна маленькая, политиков не так много И изучить этот рынок тоже очень можно, да То есть мы начинаем тогда смотреть Кто с похожим позиционированием есть у нас на рынке Кто еще есть из врачей Может быть в этой же специализации, не в этой же Но как бы находится в нашем пространстве Кого мы должны учесть, что он как игрок есть И, конечно, потратить достаточно много времени на его изучение То есть что он делает, что у него получается, что у него не получается Насколько ваши желания пересекаются Потому что, естественно, самое сложное, конечно Это если, ну прям вообще параллельно Вы придумываете, что вы хотите заниматься ровно тем же самым, чем этот человек Хотя понятно, что мы все уникальны, индивидуальны Но вот вдруг вы решили занять именно его позицию И получается, то есть вам тогда надо, безусловно, потратить намного больше усилий В становлении этого личного бренда Потому что, по сути, вы должны того доктора перебить Своей компетенциями, да, своей публичностью Своей какой-то социальной позиции Чтобы прийти и сказать, вы знаете, вот он там ничего, просто штаны просиживает Вот, и ничем не занимается А вот посмотрите, да, я же могу и вот это, вот это Еще и вышиваю, да, и на машинке шью То есть это одна история Вторая история, если вы не пересекаетесь Сильно не параллелитесь То вы просто встраиваетесь в эту систему Вы понимаете, что вы можете, как бы, не коллаборировать с этим доктором Да, но вы можете с ним, естественно, общаться И идти с ним в тандеме То есть вы будете уже тогда дополнять друг друга Да, это тоже история, ее тоже надо понимать Соответственно, мы тогда знакомимся с этим человеком Да, чтобы вообще в идеале узнать Не романтизируем ли мы, опять-таки, как мы уже говорили Ту позицию, на которую мы стремимся Что я сейчас приду в политику Сейчас я сверну горы, да, сейчас я все поменяю Я сейчас всем расскажу И по факту окажется, что ничего не изменилось Много лет прошло, энергия потеряна Жизненные силы потеряны, да, результата никакого нету Потому что система такая, какая она есть Да, рынок мы проанализировали Я уже смотрю, тут за 10 минут надо быстренько мне В общем, за 10-15 минут надо все закончить Потому что тему личного бренда мы закончим На этом эфире Дальше, то, что вы и сказали Нужно создавать, конечно, безусловно Какие-то индивидуальные проекты для этого человека И какие-то инфоповоды То есть не просто я такой, какой он есть Соответственно, человек начинает искать какие-то проекты Куда ему еще можно присоединиться О чем будет где-то заявлено То есть, например, это может быть Да, это какая-то благотворительная организация О которой освещается деятельность Да, и он может сказать Вот я там в этой благотворительной организации поучаствовал Да, вот я там, может быть, свой фонд вообще организовал Да, помощи малоимущим Я теперь помогаю не чужому фонду, а своему какому-то Да, это все тоже начинает освещаться Потому что люди должны об этом знать И чем больше этих, как бы, много проектов не надо Но освещение этих проектов должно быть И там должен быть план То есть, если человек доктор Вряд ли у него есть прямой выход На там, как бы, ну, на свой инстаграм понятно, что есть Да, и на свой фейсбук тоже есть Да, там он может сам это все планировать Но, по сути, если мы идем дальше Это тоже уже должно как-то планироваться Потом, следующий пункт, очень интересный Это встреча, таки, с психологами или коучем Да, потому что в каждом человеке просыпается Синдром самозванца Мы перестаем в этот момент быть уверенными У нас всплывают негативные убеждения и установки Тоже, про которые мы говорили У нас был прекрасный эфир Да, о том, что А точно ли то, что я делаю кому-то нужно А правда ли я лучше А может, мне туда и не надо А я вот полпути прошел Я не вижу никакой суперотдачи, суперобратной связи А не вернуться ли мне обратно То есть вот это все самому не проработать точно И я не только на своем опыте На опыте и коллег, да И всего, что происходит вокруг То есть в любом случае должна быть поддержка Кто-то берет менторов, да В этой же области Но ментор тут довольно эксклюзивно То есть кто у нас врач в политике, который может стать ментором Скорее, это все-таки какая-то поддерживающая профессия Дальше, естественно, прорабатывается Публичность и страх публичности То есть вы в любом случае идете в политику Вы будете известным человеком Как вы разговариваете Как вы говорите Можете ли вы вообще убедительно донести свою мысль Потому что вы можете быть прекрасным специалистом Просто гениальным Можете даже прекрасные гениальные статьи писать очень правильно А можете ли вы сказать это на публике А можете ли вы отстоять свое мнение Или любой, кто придет и скажет Фу, кто он такой, что он там говорит Вообще какую-то полную ерунду И несмотря на то, что человек Вообще не имеет никакого отношения к медицине Но таких у нас все знают очень много Все же диванные критики Все знают лучше, как надо делать То есть как человек будет отстаивать свою эту позицию Не обидев никого Не уйдя в агрессию Не переходя на какие-то личности А аккуратно и плавно Это тоже искусство И этому надо учиться Этого рожденного ни у кого нет То есть это определенные навыки Которые нужно будет развивать То есть так или иначе Но опять-таки я думаю, что со специалистами Потому что это изучение Какая-то публичная речь А вообще выступление на публике Это сложная история Дальше мы переходим к соцсетям То есть все это уже есть Выбираются какие-то соцсети Любые спикеры, которым есть что сказать На определенную тему Они ведут свои YouTube-каналы Потому что Instagram это как-то по-детски Все считают YouTube-канал это более серьезная платформа Для YouTube-канала Естественно, нужны какие-то ресурсы То есть это должен быть И хорошо записанный, естественно Какой-то ролик Соответственно, это какое-то освещение Это монтаж Это уже надо вкладываться Это уже не про пост на Facebook, Instagram Это уже идет какой-то следующий уровень Но все эти уровни говорят О серьезном намерении человека И дальше смотрится уже, конечно, реакция На этот YouTube Что вы говорите Вообще, как вы говорите Людям интересно или неинтересно Или хотя бы вы становитесь более публичным То есть какое количество людей Начинает вас узнавать Потому что для выборов Это самое главное То есть прийти на выборы И там в предвыборной кампании Заявить Вот он я Вот я врач Или вы приходите на выборы Уже как минимум Например, полгода Вы работали над всей этой системой Построения личного бренда И вы уже где-то Промеливались Где-то у вас уже интервью Какие-то были Может быть на радио Может быть на телевидении Может быть вы выступили как эксперт И кому люди будут больше доверять? Конечно вам Потому что если из 10 человек Которые придут на выборы Они хотя бы одно лицо Знают и видели Ну безусловно сработает Да Вот это вот Как бы доверие И захочется Ну захочется человека Как бы выбрать Плюс этих каналов Наверное должно быть не очень много Да Потому что ну невозможно Растопыриться на все И ютуб И телеграм И инстаграм И ну не знаю Там вконтакте у нас нету Да И фейсбук И каждая соцсеть Она совершенно разная Она совершенно для разных нужд Они практически не параллелятся То есть ты не можешь сделать один пост Да И потом его везде красиво Или там записать один ролик И потом его в пяти соцсетях Нет Потому что в каждой соцсети Сидит своя целевая аудитория Да Которая как-то читает Или смотрит Соответственно надо делать Ну конкретный контент план Да То есть что В какой день Для какой сети Вы будете это транслировать И при этом параллельно Чтобы мы понимали У вас еще есть основная работа Которую надо делать Вы все-таки врач Да И вести еще какие-то соцсети То есть это конкретная нагрузка Про которую мы и говорили Что это не просто так Конечно может быть команда Но в любом случае На это требуются Свои силы и энергии После того как Уже вы дошли до там Ютуба И решили Что будете снимать Эти ролики Нужно заниматься Внешним видом Ну будем честными Да То есть И если доктор Внешне выглядит Не вызывающее доверие То есть у нас У всех наверное Тоже идеальная картинка Докторов есть Правда Да То есть если он Донтист У него должна быть Идеальная улыбка Да Если он там За фитнес За зожж Естественно Он должен там Быть в каком-то весе То есть и тут тоже Возникнет Да Насколько Человек Находится В Как это я даже не знаю Не в потоке со мной То есть то что он транслирует Он так и выглядит Потому что есть Огромное количество людей Которые Как бы что-то говорят И выглядят совершенно По-другому И это не вызывает доверие Это наоборот Вызывает Какое-то определенное Отторжение Да Или там Если даже зайти В тот же самый инстаграм Очень многие люди Там про личный бренд Но некоторых Я даже визуально Не могу посмотреть То есть я включаю Их там Какой-то эфир Ну там катастрофа Там какая-то Леопардовая блузочка Например Видно с базара И человек расскажет Я вам расскажу Как отстроить личный бренд То есть ну полная катастрофа То есть ну давайте Вернемся к такому шагу Да Про стиль И вы сначала Его как бы Пройдите Плюс естественно Должны быть Какие-то профессиональные Уже фотосессии Да Потому что у вас Все равно будет Какой-то визуальный контент Да Вы будете его ставить На фейсбук Это не просто Я на рыбалке Или я на грядках Или я на даче Да Или я вот тут Вот хожу по старому городу И где-то там В пол оборота Да То есть требования Уже совершенно другие Потому что картинка Должна быть красивая Опять-таки И внешний вид Должен соответствовать Потому что людям Должно нравиться Должно нравиться На вас смотреть Послушать Вы должны вызывать Вот это вот доверие Да И опять-таки Тоже смешная работа С голосом Я тут слышала Несколько вариантов Ну невозможно То есть я и пяти минут Не могу послушать Да То есть ну вот Нотки какие-то То есть нет Вот этой убедительной речи То есть есть просто Голос как голос Которым нас природа Наделила Да Но этого немножко Не хватает Для того Чтобы идти Ну как бы И тем более Как бы в политику Да То есть я могу сказать Как человек Работающий на радио Есть вот Всегда разница Когда приходят Например Начинающие Дикторы Там журналисты Которые хотят Сесть к микрофону Вот это требуется Чтобы шла Какая-то сила Энергия Которая должна Передаваться в микрофон И вот Недаром говорят Что нужно говорить Нижней диафрагмой И есть наблюдение Что более низкий голос Он вызывает Больше доверия Потому что он Звучит Очень убедительно Для женщин Может быть Даже есть Какой-то элемент Сексуальности То есть Ну вот Очарование То есть Все эти тоже Тонкости Очень То есть Писклявый голос Например Он ну как-то Сразу вызывает Какое-то отторжение Например Да Мне тоже пришлось Походить Позаниматься Я слушала Свои первые эфиры Если уж мы Про это говорим Да Думаю Боже мой Как телега Скрипучая Потом тоже Вот именно Низким голосом Меня тоже Научили Регулировать И это вообще Такая наука Это как мышцы Да Вот мы ходим Качаем Чтобы не произошло Качай попу Тут то же самое Чтобы не произошло Ты контролируешь Свой голос Убираешь Эти высокие нотки Ну как бы Без этого никак То есть Мы можем говорить Очень правильные вещи Но если мы говорим Их неправильным голосом То мы в принципе Все сливаем Унитаз Как мне кажется Для радиоведущего Это понятно То есть И там появляются Когда мы начинаем Работать наличным брендом Уже то что я назвала Появляется огромное Количество вещей Которые мы в себе Должны развить Их просто у нас нету Ну на старте Их просто не может быть Они нам не нужны Они нам не нужны В обычной жизни Если мы просто Эксперты Или специалисты Когда мы проходим Весь этот путь Мы понимаем Во что мы будем вкладываться Да Мы вкладываемся в себя Это хорошая новость Да Ни в кого-то Ни в дядю Ни в сумочку Ни в какую-то мистику Мы вкладываемся в себя Но мы это делаем Мы над собой работаем Ну и в принципе Наверное Вот последнее такое Чтобы быстро Это Когда уже все у нас Полностью собрано Мы тогда ищем ту среду Которая нам может помочь Да И тут мы уже приходим Полностью укомплектованными Так скажем Упакованными Мы как раз приходим К журналам Мы приходим на радио Да Мы к каким-то публикациям У нас уже за это время Пока мы все отстраивались У нас уже есть наработки У нас уже есть какие-то эфиры У нас есть экспертные темы У нас уже может быть Написанные статьи Да И мы приходим уже Цельной личностью Это то, о чем я говорила Да Что такое личный бренд Интегральная Фактически работа Над целостной личностью И вот когда пройден этот путь И эта личность целостная Она становится интересной Да И тогда хотят работать И какие-то блогеры Да И начинают приглашать Да Хотят знать мнение этого человека Потому что в этом человеке По сути все прекрасно И его профессиональная тема И его внешняя подача И его публичность И его цели Потому что они уже проработаны И его социальная позиция Которая мы тоже говорили Она есть Да И у человека есть Какая-то своя система Которую он транслирует И вот тогда Он уже решает А хочу я идти В партию Да Там Вечные пионеры Или я настолько Уже крутой Что у меня Ну не политика Что я могу Уже влиять на те процессы Которые мне нужны Сам независимо Потому что все равно Меня такого Потом склеят С этими пионерами Да И если я пробуду С ними 2-3 года То что потом Я в какую-то другую партию Иду Я куда-то в бизнес То есть надо четко понимать Что потом После этой вот Политической партии Произойдет Да И это как раз Будет тот самый момент Хочу ли я туда Или я в своей цели Могу реализовать Свои амбиции И быть более ценным Этому миру Через какие-то Другие инструменты Ну а может быть Даже и ряд партий Будет выстроиться В очередь И будут усиленно Зазывать в свои ряды Этого привлекательного И уже выстроившего Свою личный бренд Человека Безусловно И вот по этой же системе Можно отстраивать Личный бренд В любом бизнесе В любом экспертном По сути То есть надо иметь Конечную цель Какова она Создание бизнеса Или желание Чтобы тебя пригласили Например в какую-то Большую компанию И конечно Когда ты вот такой И заявляешься В большую компанию И говоришь Вы знаете Я хочу работать с вами Или у вас Или еще что-то Конечно им понятен Этот кандидат Практически на старте Потому что ты приходишь Со своим вот этим Портфолио Это даже не CV Не резюме Ты приходишь уже Там россияне делают Медиакит Мне очень нравится Это такое как бы резюме В пауэрпойнте В слайдах Где есть твои фотографии Где есть твои выступления Где есть твоя позиция И ты высылаешь Не резюме Черно-белое С какими-то там Строчечками Которые никто не читает Они все одинаковые А ты высылаешь Дизайнерское Вот такое вот резюме Где все про тебя написано Ну вот давайте уже Даже на старте Резюме И медиакита Посмотрим У кого есть Конкурентное преимущество Но это работа Ты ее не сделаешь За вечер Пауэрпойнт Если ты не прошел Весь этот путь А вот тебе И большие деньги Чем у конкурентов Ну что же Да Такие советы Которые Конечно потребуют Я понимаю Большой работы И конечно же Наверное Помощи команды Потому что Вот мы несколько раз Упоминали Что скорее всего Одному человеку Не справиться С таким объемом работы Хотя бы Просто вести Чтобы соцсети Чтобы был Визажист Стилист Консультант Коуч Ментор Психолог То есть там это вот Можно перечислять И перечислять Ну как мы говорили Во всех эфирах Вопрос только Зависит все От амбиций человека Да И как мы говорили Вообще далеко не всем Надо быть Миллионерами Да В этой жизни Кто-то должен И Не знаю Быть дворником Да И кассиром Как тоже у меня И в инстаграме Тоже пишут Я с этим совершенно согласна Да И мы не можем Из человека Это вытащить Если он не хочет Этого То есть если у человека Нет амбиции На что-то большее Да И на то Что я не могу Не быть полезным Этому миру Я не могу не делиться То ну ничего не произойдет Да Это будет какое-то мучение Да И эта команда Замучивается И все замучаются И будет дичайшее сожалению Да То есть это должна быть готовность Что в принципе радует Потому что это очень сильно Сужает количество клиентов И идут только на самом деле Супермотивированные Которые понимают Ответственность на этом пути А не просто поиграть и бросить Так что все вполне логично Спасибо большое Ольга Троицына Коуч Сегодня Рассказывала О становлении Вот как уже практически Собрать Из кубиков Вот личный Бренд Ну и Я думаю Что в следующую среду Обязательно Будет новая Интересная тема Спасибо вам большое Ольга За такой интересный Рассказ И до следующей среды До свидания Хорошего дня Благодарю за беседу Прекрасного дня До свидания